Добрый день! В секторе Искусственной Библиотеки Института Культуры открылась новая выставка «Играть мечту». 11 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения легендарной актрисе театра и кино народной артистки СССР Любови Петровны Орловой. Любовь Орлова с детства занималась музыкой, потом училась хореографии и пению, брала уроки актерского мастерства. В фильмах она сама пела, танцевала и выполняла акробатические трюки. В кино и на сцене актриса сыграла всего несколько десятков ролей, но была очень популярна у советских зрителей. Представительницы прекрасной половины Советского Союза одевались и причесывались под Орлову. Если неоспоримо, первыми героями экрана 1930-х стали Чапаев и Максим, то в качестве любимейшей киногероини можно назвать каждую из четырех сыгранных Любовью Орловой. Из звонкоголосую домработницу Анюту из «Веселых ребят» и американскую гастролершу Марион Дикса из «Цирка» и даровитую письменосицу «Стрелку» из «Волги-Волги» и знатную ткачевку по началу прислугу Таню Морозову из «Светлого пути». Что же касается и создательницы, то, несомненно, ей принадлежит трон советской королевы экрана, первой и, возможно, единственной. Советская Мерлин Монро и Марлен Гитрих «Золушка» — киноактриса народа, воплощение «Женственность. Идеал советских тридцатых». Любимая актриса Йосифа Сталина, актриса мечта, у каждого своя любовь Орлова. На выставке представлены издания, посвященные жизни и творчеству любови Орловой. Среди них многочисленные биографии актрисы, в том числе две книги из легендарной серии «Жизнь замечательных людей». Украшают экспозицию изданий фильмов, в которых играла легендарная актриса.